Здравствуйте, друзья! Вы на канале Дом и Сад, меня зовут Александра. О создании этого видео меня попросила одна зрительница канала. Может, оно для большинства зрителей уже и не актуально, но я пообещала помочь. Она столкнулась с проблемой плохого плодоношения огурцов. Искала, в чем причина. Так и появился вопрос, как посынковать огурцы и надо ли? Как правильно прищипывать огурцы в открытом грунте? И что нужно прищипывать у огурцов? И нужно ли удалять боковые побеги, которые отрастают? Скажу по своему опыту. Правильное посынкование огурцов очень важно для увеличения урожая. От того, насколько правильно пропосынкованы или сформированы огурцы, зависит урожай. Отдаст растение свои силы на приразделенной массы или на формирование плодов. Если огурцы выращивают в теплице, они защищены от влияния неблагоприятных погодных условий и обычно плодоносят достаточно долго. А вот в открытом грунте все бывает. Прошел дождь, появились грибковые инфекции. Наступила жара, откуда ни возьмись, то клещ, то тля. Так и вовсе можно без урожая остаться. А если вовремя и правильно пропосынковать растение, можно собрать самый ранний урожай по максимуму, пока кусты еще молоды, не болеют и никакая букашка их не крызет. Так как же добиться максимального плодоношения? Без посынкования никак. Огурец – растение лиана. Он формирует сначала центральный стебель или центральную плеть. Растет в высоту, если его выращивать на шпалере, или в длину, если на поверхности почвы, не поднимая плети или лианы. Как только центральный стебель набрался сил, начинается формирование боковых стеблей или пасынков. Сначала в пазухе листьев появляются зачатки бокового стебля, а дальше идет его развитие. Такие пасынки могут забрать много сил у молодого растения, поэтому огородники часто их удаляют, прищипывают, что называется взородыше, а в дальнейшем разрешают рост только после того, как центральный стебель достиг нужной высоты, которую позволяет теплица или шпалера, например, 2-2,5 метра. Только тогда обычно разрешают растению формировать боковые стебли, пасынки, как правило, после пятого или шестого листа на центральном стебле, если считать листья от уровня почвы. Как только боковой стебель выше пятого или шестого листа отрос, его тоже прищипывают, отсчитывают два листа и после второго листа боковую плеть отсекают. Длина оставшейся части бокового стебля будет примерно 20-30 сантиметров. На каждом боковом стебле можно получить дополнительный урожай, как минимум два огурца, а то и больше. Так можно регулировать урожайность огурцов. Для кого особенно важно пасынкование огурцов? Для тех огородников, которые выращивают на своей грядке сортовые пчелоопыляемые огурцы. Почему? Почему пчелоопыляемые огурцы, в отличие от партенокорпических, которые завязывают плоды в каждой пазухе листьев на центральном стебле, имеют один недостаток. У них очень мало женских цветков на центральном стебле. В основном мужские. Посмотрите, как выглядит мужской цветок огурца. Он растет на такой длинной ножке. А вот это женский цветок. Он выглядит совсем иначе. Из-за незначительного количества женских цветков, на центральном стебле у пчелоопыляемых огурцов и плодов получается мало. Основную массу женских цветков такие огурцы формируют именно на боковых стеблях. Это очень важно знать. Как следствие, урожай огурцов будет плохой, если не формировать боковые стебли. Именно на боковых стеблях у самоопыляемых огурцов и завязываются в основном плоды. Вкусные огурчики. Что же надо сделать? Как заставить пчелоопыляемые огурцы плодоносить более обильно? Как их посынковать и формировать? Первым делом надо прищепнуть верхушку. Так вы простимулируете растение в формировании боковых побегов. Буквально за пару дней в пазухах листьев на центральном стебле появляются зачатки пасынков, боковых побегов. Вот как они выглядят. Далее надо принять решение, удалять самые нежные пасынки или нет. Если растение крепкое, достаточно выросло, можно не удалять, пусть растут. Только почву под кустом огурцов стоит замульчировать, потому что будущие плоды, если этого не сделать, будут лежать просто на грунте. Если же огуречная лиана слабовата, стоит удалить нижние пасынки, а разрешить формирование боковых побегов примерно после третьего листа на центральном стебле. Отрастающие боковые побеги, чтобы получить хороший урожай, тоже прищипывают. Как только на них сформируется два или три листа, далее стебель следует отрезать. Длина оставшегося бокового стебля пасынка после прищипывания или обрезки составит примерно 20-30 сантиметров. Здесь и будет формироваться основная масса женских цветков, а затем завязываться плоды у пчелоопыляемых огурцов. О том, как формировать огурцы в самом начале их роста, я рассказала в одном из своих видео. Ссылку оставлю в описании. А вот как выглядит схема пасынкования партенокарпических огурцов, если они растут в теплице. У партенокарпических огурцов все цветки женские, поэтому каждый может завязать плод. Здесь главное не перегрузить растения урожаем, что и решает правильное формирование и пасынкование, как показано на схеме. Хорошего урожая! Спасибо за просмотр! Продолжение следует... Продолжение следует...